Bismillah alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa manu ala maba'a. Говорит Al-Qa'idatul Hamsun, 50-е правило в нашей книге. Язбуту таба'ан ма'ала, язбуту истикланан. Говорит, утверждается то, что следует, вместе с тем, что оно не утверждается, если было отдельно. То есть, если какое-то действие следует за другим действием, или находится внутри другого действия, то оно получает законное постановление. Если же мы его вырвем из этой общности и будем рассматривать отдельно, оно отдельно постановление не имеет. Так каково значение этого правила, что оно означает? Сейчас у нас Ишала все это придет, и шеях Асады приведет хорошие примеры, которые разъясняют это правило. Но прежде этого необходимо записать один важный момент, то что сразу большое количество ученых по отведу используют это правило часто и постоянно в своих книгах для утверждения различных постановлений. И, как правило, это правило упомянул Акурахи из Ханафитов. Некоторые говорят Акархи, некоторые говорят Акурахи. Упомянул он из Ханафитов. А также, что касается шафиитов, то это правило упомянул Ибнур Вакиль, а также Ас-Суюты. Из шафиитов это правило в своих книгах упомянул Ибнур Вакиль, а также Ас-Суюты. Именно как правило Фитха. Не просто как использование его в качестве довода иногда в вопросах Фитха, но именно как правило. А из Ханабля, то есть из Ханбалитов, это правило упомянул Шайху Ислам Ибн Таймия, а также Ибн Таймия, а также его ученики Ибн Таймия и после них Ибн Раджи. Тоже упомянул это правило. И это правило в действительности является очень важным и следует за ним множество разных постановлений. Это говорит, потому что вопросы и различные ситуации, которые следуют за другими, какими-то общими, большими ситуациями, получают постановление вот этих вот больших ситуаций, за которыми они следуют. Хотя сами по себе они не несут постановление. Потому что если бы оно было, вот это действие было вырвано из общего контекста, из общего действия, то оно приобретало бы уже другое постановление. Говорит, и это, именно из-за этого многие из следующих предметов, противоречив постановлению другим предметам. Говорит, некоторые люди, допустим, говорят, допустим, смотри, есть ли какой пример приведет. Допустим, принимается ли слово женщина в вопросах талата, вопросах развода или нет. То есть может женщина прийти и засвидетельствовать о разводе, и этот развод вступит в действие. Нет, не принимается. Но если она придет по-другому и скажет, я накормила вас обоих грудью, допустим, вы являетесь молочными братьями и сестрами, в этом случае ее слово уже принимается. То есть, видишь, ее слово принимается относительно кормления грудью и свидетельства о том, что она кормила грудью. А за этим уже следует что? Развод. То есть кто-то может сказать, подожди, слово женщина же в разводе не принимается. Мы говорим, слово женщина не принимается в разводе. Но здесь она не свидетельствует о разводе, но она свидетельствует о том, что приводит к разводу. Понятно ли нет? Видишь, если оно будет отдельно рассматриваться, не имеет постановления. Женщина не имеет права свидетельствовать в данном случае о таком разводе. Но когда уже это идет блым, что называется, внутри чего-то, идет не в самом этом постановлении, а как бы как, за ним просто следует. Но здесь уже приобретается постановление. Говорит, и у этого говорит множество примеров. Из этих примеров, говорит многие из действий в намазе, как если ты что-то добавляешь в намазе или соблюдаешь, или точнее совершаешь намаз не по порядку. Можно совершать намаз не по порядку? Нельзя совершать намаз не по порядку. Должен порядок совершаться. Можно ли добавлять что-то лишнее в намаз? Нельзя добавлять чего-либо лишнего в намаз. Но иногда это становится разрешенным. И более того, обязательно для тебя. Ведь если человек будет совершать намаз в одиночестве, и будет что-то добавлять в намаз лишнее, или будет совершать не по порядку, то его намаз ложный, недействительный. Но вот если человек совершает намаз за имамом, то он обязан следовать за имамом, даже если это приведет к беспорядку его намази. Как если человек пришел на четырех ракат на намаз, допустим на Зуха, на Аср или на Иша, и стал за имамом. И при этом опоздал на один ракат. Опоздал на один ракат. То есть имам уже читает второй ракат, а ты только встал на первый. Когда ты должен читать ташагут? Ты в своей основе должен прочитать ташагут, если бы ты читал один. После двух ракатов, правильно или нет? Но так как ты на один ракат успел, то тебе придется сесть вместе с имамом на ташагут. Для имама это ташагут после второго раката, а для тебя это после первого. То есть если бы ты один читал намаз и сел бы на ташагут после первого раката, было бы это правильным или нет? Не было бы это правильным. А здесь уже является, говорит, правильным. Видишь, но из-за того, что он совершает намаз за имамом, ему придется совершить ташагут после первого его намаза. С первого вот этого человека намаза. Несмотря на то, что для имама это уже второй ракат. Имам все нормально делает. После второго раката сел на ташагут. А тебе из-за того, что ты за ним следуешь, приходится садиться на ташагут после первого раката твоего. Говорит, Поэтому тот, кто за имамом, вынужден здесь также на ташагут. Теперь наоборот. Ты опоздал на один ракат, прочитал два раката, должен сесть. Должен сесть на ташагут. Но ты за имамом. Имам уже на какой ракат встает? Имам встает уже на четвертый на данный момент ракат. На четвертый ракат встает. Ты, говорит, не можешь сесть. То есть имам-то прочитал сколько ракатов? Три. А ты прочитал только два. Ты встаешь как бы на третий, а имам уже встает на четвертый. Ты когда встаешь на третий, имеешь право сразу вставать на третий или должен сесть ташагут прочитать? Должен сесть, ващик для тебя сесть и ташагут прочитать. Но в данном случае, раз имам встает, тебе тоже приходится встать и не читать ташагут после твоего второго раката. Видишь, говорит, это были примеры на беспорядок в намазе, на нарушение порядка в намазе. А теперь пример на добавку в намазе. Говорит, если имам совершил какое-либо действие, ошибся в намазе. И потом после намаза совершается жда сахагут. Обязан ли ты за ним в этом следовать? Говорит, да, обязан за ним следовать. Даже если ты сам не допустил никакой ошибки в намазе. Почему? Потому что ты должен следовать за имамом. И подобные примеры, которые можно привести относительно вопроса намаза. Знаешь, видишь, имам ошибся в намазе делает саджиасаул. Ты ошибся в намазе или нет? Нет, не ошибся в намазе. Но если бы ты совершал намаз один, можешь ли ты, допустим, два саджиасаул сделать просто так, без причины, перед салямом направлениями, и не имеешь права такого делать? Это портит твой намаз. А здесь тебе приходится это делать, раз делает это твой имам, за которым ты следуешь. Еще какой можно привести намаз? Может ли кто-то за тебя совершать намаз фарт? Или намаз, допустим, желательный, добровольный? Нет, не может. То есть ты можешь сказать, приди кому-либо сказать, держи, допустим, тысячу рублей за то, что ты будешь в течение месяца за меня совершать каждый день по 8 ракаатов добровольного намаза, допустим. Нет, не можешь такого сказать. Почему? Потому что человек не может заменять тебя в этом поклонении, в намазе. Но тебе другой вопрос. А если за тебя человек будет хач совершать? За тебя человек совершает хач. Совершит он за тебя там намаз или нет? Да, встанет за Махам Ибрагим, совершит за тебя два ракаата намаза. Видишь, в основе своей человек не имеет права за другого совершать намаз. Но когда намаз уже является как бы частью общего другого большого поклонения, здесь уже становится разрешенным. Понятно, что значит, становится действительным то, что следует за чем-либо, является частью чего-либо большого, тогда как по отдельности оно не было бы действительным. Вот это правило является, как мы сказали, важным. Дальше. Говорит, если плоды в своем огороде вступили в раннюю стадию своего созревания, то их становится разрешено продавать. Даже если среди этих плодов будут еще такие, которые не вступили в свою раннюю стадию созревания. То есть смотри, у тебя, допустим, в огороде 10 деревьев, и первая стадия созревания вступила в силу, то есть некоторые плоды начали созревать. Все, их уже можно продавать, даже если другие плоды еще не начали созревать. То есть на дереве некоторые только начали созревать, а некоторые плоды не начали созревать. Можно продавать все или нельзя продавать все? Или можно продавать только те плоды отдельные, которые начали созревать? Нет, мы говорим в этом случае, из-за того, что некоторые плоды начали созревать, становится разрешенным и узаконенным продавать все плоды, даже если остальные еще созревать не начали. А если бы ты по отдельности продавал? Если бы ты продавал отдельные вот эти плоды, собрал бы те плоды, которые еще даже не начали созревать, их можно было бы продавать или нет? Нет, их уже нельзя было бы продавать, видишь? Но здесь их становится разрешенным продавать из-за того, что они как бы являются частью целого, частью чего-то более большего. Дальше, то же самое касается плода. Так или нет, можно опять привести этот же самый пример. Можно ли продавать плод в очреве, допустим, ковом, овечки или коровы? Нет, нельзя продавать, потому что это гарант, неизвестность. Алла-алла, кто родится, больной, плод родится или здоровый, самец или самка и тому подобное. Один или два, ничего этого неизвестно, поэтому этого продавать нельзя. Но вместе с матерью можно продавать плод или нет, продавать беременную корову или беременную овечку, при этом завышая немного цену. То есть овечка, допустим, стоит 100 долларов, но раз она беременна, продается за 130. Можно такое делать или нет? Здесь уже разрешено. Здесь уже разрешено, потому что плод продается не отдельно из текляля, не отдельно, а как таба. Вместе. Вместе с чем? Вместе с овечкой. Говорит далее. Также нельзя продавать то, что неизвестно, которое, то, что мы не видели, и оно не было для нас описано. Но если ты покупаешь дом, то ты дом покупаешь вместе с чем? Вместе с фундаментом. Так ты фундамент видел или нет? Тебе фундамент описывали или нет? Нет, фундамент ты не видел, тебе его не описывали. Но вместе с этим получается, что фундамент тоже куплен вместе с домом. Хотя если бы ты покупал отдельно только фундамент, который в земле, ты не имел бы права его покупать, кроме как узнав о нем, посмотрев на него и оценив его, качественный он фундамент или нет, прочный он или нет и тому подобное. Но когда ты покупаешь дом, тебе это уже не является обязательным, потому что ты не покупаешь фундамент отдельно, а фундамент уже просто является частью дома. Говорит, вместе с тем, что покупатель не видел, говорит, чего он не видел, этого асаз, то есть этого фундамента, но почему его можно здесь покупать, потому что он слез за домом, который он видел. Минга, также из примеров на это, Если два человека являются партнерами, и у них есть общее какое-то здание, так, общее здание, и оно где-то разрушилось так, что это вредит одному из партнеров. В этом случае второй заставляется к тому, чтобы помогать на постройку этого здания. Вместе с тем, что если бы человек проживал в этом доме один, он бы не был заставлен к чему, не был бы заставлен к постройке этого дома. Так, люди приходят, говорят, у тебя уже дом рушится, почему ты его не строишь? Ведь я здесь живу один, что хочу, то делаю, сам себе хозяин. Могу построить, могу не построить, могу сделать ремонт, могу не сделать ремонт, и тому подобное. Но если в доме уже живут два человека, и данные начинают рушиться, здесь уже второго заставляют помогать первому. Видишь? Также заставляется партнер продажи какой-то вещи, если эта вещь у них на двоих, ее разделить невозможно. Допустим, верблюд. Верблюд принадлежит двоим на двоих. Можно ли продать верблюда, разделить его на две части пилой и сказать, на, тебе твоя половина, тебе твоя половина, каждый что хочет делает? Не может. То же самое, кто машина, допустим, или мотор какой-то и так далее. Машину можно распилить на две части, и каждый делает, что хочет со своей частью. Нет. Здесь этот автомобиль, один из партнеров должен продать этот автомобиль. Второй не соглашается. В этом случае второй заставляется к тому, чтобы этот автомобиль был продан. Потому что первый участник не может воспользоваться своим правом, кроме как посредством этого. Кроме как посредством этого, а автомобиль невозможно разделить, кроме как нанеся вред этому автомобилю. Помни, Залики, и также из примеров этого. Видишь, тот пример, который мы упоминали. Если мы примем слово женщины, сиха, то есть которой мы доверяем, в том, что она действительно накормила грудью такого-то и такого-то, двоих супругов в детстве. И эти два супруга, оказывается, являются теперь молочными братьями и сестрами. Может, молочный брат жениться на молочной сестре или нет? Нет, не имеет права, да? Этот никак запретный. Так, теперь пришла женщина, говорит, вы два супруга, что ли? Да, суханал, я же вас кормила в детстве. Ты мой сын, ты моя дочь. Вы, брат сестра друг к другу имеете в виду молочный. Ты мой сын, молочный, ты моя дочь, молочная. Ее слово принимается в этом или нет? Слово в этом принимается. Видишь, несмотря на то, что за этим следует разрыв никаха, за этим следует разрыв акта бракосочетания. Сказали развод, не развод, имеется в виду, что здесь разрыв. Это не является разводом. Но их просто разлучают. Их просто разлучают нам. Как пророк сказал, когда такое произошло во времена жизни пророка, одна из женщин заявила, что она кормила этих двух супругов. И этот мужчина пришел задавать вопрос, что мне делать. То есть такая-то женщина свидетельствует, что моя жена, моя молочная сестра. Пророк сказал, что разлучайся с ней. Как, если было сказано. То есть эта женщина говорит, что вы два молочных брата и сестры. Необходимо это принять. То есть есть шуба, есть сомнения, что ваш брат недействительный. И брат не может держаться на сомнении. Говорит, видишь, ма ангел мара, ла югбану кауля фи талақ. Вместе с тем, что слово женщины не принимается в вопросах талақа, в вопросах разводства. Лакин вау джаа табаан литабу 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 ля фи рада. Но в данном случае это принимается. Почему? Потому что ее слово говорит или касается кормления грудью. И не касается вопроса талақа или разлучения непосредственно. Поэтому разлучение здесь просто следует. И примеров на эту основу можно привести еще очень много. Так вот эта вот основа понятна ли? И является очень важным вопросом. Их часто используется. Давайте остальное будем разбирать, иншаллах, на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok